Привет, мои любимые стратегические жевшики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество за Австралию проходить Seedverse Civilization 6. Имба-нация сломанная, по моему мнению, смотрите мой рейтинг цивилизации, кстати, по этому поводу. Ну а если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. А спонсоры канала, кстати, всей серии видят сразу. Спасибо им большое за поддержку, и ставите спонсорами канала, поддерживайте меня. Так, убираю свою рожу и продолжаю. Здесь я иду вырубать место под военный лагерь, и, пожалуй, еще один, еще одного сразу строителя сделаю. Вышли мы в промышленную эру, к сожалению, в обычный век. Не хватило нам чуть-чуть до золотого, собственно, как и всем остальным. Пожалуй, возьму пульс паровой машины. Мне кажется, я довольно много зданий должен построить в этой эпохе. Давайте, наверное, высаживаться на материк. И здесь тоже. В принципе, давайте его на автомат ставить. Ладно, следующим ходом поставлю. Тут, я думаю, сейчас мы закончим кругосветочку. О! А вот и последняя цивилизация. Саладин. Большая честь с ним познакомиться. Давайте глянем, что у него есть. Торговать? А у него ничего нету. Кстати, у меня есть лишний чай и янтарь. Надо с кем-нибудь поторговать. Чопоресом. Слоновая кость с шумерами. Он даже янтарь примет. Зашибись. И... Так, где тут еще ресурсы посмотреть? Нефрит с османами? Почему нет? Кстати, у нас улучшились отношения с немцами. Ну, давайте я с ним попробую союз культурный заключить. Не то, чтобы... О, у него даже еще... Может, он что-то меня... Да, отлично. Принимаем. Просто... Мне к нему карманы добегают. В принципе. Почему бы и нет, как говорится. Так, и ко всем остальным отправим посольство. Ну, ко всем остальным, с кем у меня хорошее отношение. Ага, там уже есть. Есть. Сюда. Просто, чтобы больше инфы получать. И они ко мне могут отправить. Я буду за это дипломатические очки получать. Так, все. Больше некому. Просто открываю тут территорию. К сожалению, не удалось Таудене захватить. Я тормознул. Слишком... Слишком долго собирался атаковать. Конечно. Виноват. Ничего не скажу. Так, тут продолжаем похищать средства. Блин. Блин. Смотрите. 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 Катуси универ. Катуси универ. Давайте верфь. Создать священное место. заповедник кавалерию. Заповедник кавалерию. Все. Мы всех встретили, кстати. А следующим ходом, я думаю, у нас и кругосветочка уже должна быть. Тоже, наверное, первыми сделаем. Что я уже лидер по науке в ход. Не знаю, чем там компы занимаются. Да, принимаем. У нас каждая делегация дает плюс к дипломатическому капиталу. Поэтому, конечно же, всех принимаем. И Вавилонское посольство принимаем. Так, голосование. Торговые пути. Отменяется торговые пути к кому-нибудь. И тут 20 прироста на минус 5. Я вот за прирост могу за себя проголосовать. Что медленно мы растем. Хотя я не думаю, что это пройдет. А торговые пути. Ну, давайте. Давайте к Мали. Я туда, по-моему, довольно... Мне кажется, ни то, ни другое не пройдет у меня. Когда много компьютерных игроков, очень тяжело угадать. Так, кружечку я построил. Конечно, молодец. Так. В Китай торговые пути плюс. А тут прирост тук мира. Понятно, ничего не прошло, что я хотел. Берем торгов... Ух ты, тут еще и флотоводец. Мгновенно предоставляет броненосец. Вот из него мы и сделаем... Так, меркантилизм закончил. Ускорили этим торговцам, собственно. Поэтому мы закрылся. А тут сделаем... Объединим двух флотоводцев. Этот сделает линкор, а этот из этого линкора сделает армаду. Сейчас мы получим очки еще. Ну, давайте, может, не сейчас тогда. Не хочется просто уголь тратить. Так, значит, тут будем вырубать подвоенный лагерь. Здесь пойдем делать лесопилки. Здесь тоже. Тут отложим строительство. В Баларате у нас сюда... Ну, лян я улучшу только когда я и улучшу. Два хода, отлично. Будем аквакультуру ставить. Ну, и пока... Знаете, может, я универ тут куплю? Амбар, я думаю, не нужен пока. Давайте универ куплю и построю верфь. Так, тут на автомате скауты бегают. И первое в мире кругосветное путешествие. Первыми в мире всех встретили. Первое в мире кругосветное путешествие. Игрушку делаем. Еще плюс четыре счастья. И из Сиднея в Женеву. Потому что в Аншане уже есть торговый пост. А в Женеве нет. Это поможет дальше запускать потом. Блин, кореец выкупил эту селит. Ну, с другой стороны, она нужна для меня селитра. Если уж так честно говорить. Но жалко, это как бы просто ресы. И плюс к развитию города. Так, ну тут кампус пора уже ставить наконец-то. И завершать мою великолепную ромашку. Я, наверное, так и назову серию. Великолепная ромашка. Великолепная ромашка. Просто надо, наверное, так вот как-то включить, чтобы было видно. Ну, надо достроить этот кампус. Тогда сделаю скриншотик этой великолепной ромашки. Я знаю, что у вас лучше получалось. Кстати, можно и ссылки на скриншоты ваших великолепных ромашек кинуть. Слушайте, все плюс два производства. Наверное, нет. Я, наверное, тогда это место оставлю, может быть, нефтяную. Или там, ну, какую-нибудь другую. Построю электростанцию. Го в канализацию. Нам четыре канализации для демократии не помешают, в принципе. Простите, а там сколько жилья у нас? Восемнадцать. Слушайте, ну это трата на самом деле. Не надо тут канализацию. Давайте строителей. Ну, смысл? О, с хамурапи. С хамурапи я военные все заключаю. Союз. Потому что мы с ним далеко. У нас вряд ли могут быть какие-то терки. А вот если кто-то на нас нападет, другой поможет. А тут мы откладываем производство пока. Так, стоп. А вот я в Мельбурне зачем? А, ну туда. Вот тут мало жилья. Там жилья мало. Ну что, мы самые первые всех встретили, австралийцы. Самым первым и кругосветку сделали. Этот чувак, он все еще в латах. Знаете, вот ничего не хватает в шестой цивилизе, чтобы... Вот я просто недавно стримил Beyond Earth. Sid Meier Civilization Beyond Earth. И там с течением времени меняются одежды лидеров. Вот тут не хватает этого. И, ну и в Humankind тоже. С каждой культурой ваш аватар по-разному одевается. Вот это было бы классно, чтобы тут со временем... То этот венгр, он что в античности в латах. Что в этом? Так, табак появился. Продажи. Что, блин, в атомной эре он в латах. Так, Фес, Магадиша, Магадиша, Александр. У нас, по-моему, на нашем континенте войн больше нету. А нет, Мали, по-моему, Мали с греком. Давайте глянем. Нет, нету войн. Сейчас проверю на всякий пожарный. Венгр у нас еще. Шумер. Корея. А, Корея с Вавилоном. Интересно. А Вавилон вообще с тремя. С Индонезии, Германии и Кореи. Вообще, я, может, зря с ним тогда военные союзы заключаются. Еще кто-то ему войну объявит. Ну, что-то ему много войну объявляет. А вот про это... Так, ну я бы, кстати, что в Венецию, что в Маскат поотправлял бы послов. То есть, мне бы... С другой стороны, мне тут не хватает послов до шести. У Женева великого художника. Вряд ли выполню. Броненосец. О! А броненосец-то я могу? Давайте я прям, собственно, моим флотоводцам уже это сделаю. Оба. Плюс два очка за уголь. Плюс посол в фесе. Не трачу деньги, берегу на химию. Лабы покупать. Есть кругосветка. Давайте уровень дадим. Против морских юнитов. Так. А что мы здесь будем? Пошли, наверное, рис обработаем. Так. Это к какому городу Канберри относятся? Все верно. Вырубаем. И ставим военный лагерь. Чисто для... Этих... Для военных инженеров, чтобы... Вот. Следующим ходом... Еще не следующим ходом. Каким-то ходом. В Женеву я уже отправил. В Тадмику, может. Через два хода откроется химия. Там, правда, надо будет еще хотя бы военную академию сделать. И смогут инженеры фигачить... Давайте в Мельборн отведу. Смогут инженеры фигачить... Тоннели. У нас тут лишнее есть... Поселенец. Как раз в затерянный мир должен попасть. Блин. Я хотел еще аквапарки. Но аквапарки немножко в стороне получаются. Вот здесь, да? Я это никак пока не ускорю. Национализм я ради корпусов открываю, в принципе. Но потом давайте в естественную историю пойдем. Театралка плюс четыре здесь. Интересно. Плюс два от привлекательности клетки. Потрясающий престиж. А откуда тут потрясающий престиж? Тут рядом промышленная зона и порт. С какого фига тут потрясающий престиж? Мне просто... Интересно. Просто интересно. Блин, я еще тут... Ладно. Я хотел механизированные хозяйства здесь. Я, кстати, мало использую свое улучшение. Оно тоже очень крутое. Так что больше давайте работников сделаю. Водяная мельница. Арсакхаз. Давайте тоже строителей. Блин, ну может надо было поставить карточку на строителей? А, так у меня она стоит. Она у меня стоит. Да, пускай так и стоит пока. Тут ждем... Один ход до возможности улучшить лян. И начнем аквакультуру делать. Да, наша с... Опа. А, я думаю, это шумер Вавилону войну объявил. Поэтому и мне... Сколько войск, посмотрите на это. Ха-ха. Интересно. Это он, типа, говорит, что у меня мало войск? Но у меня, как бы, больше, чем у него. Я непонятно. Честно говоря, это он восхищен... ...величиной моей армии? Или наоборот, типа, смотрите, как мало. Нет, ну я бы тут, наверное, ничего не убирал пока. Давайте оставим так. Так, это у нас вернулся наш шпион, который убежал. Давайте мгновенно обосновывается в городе. Повышаем лян на аквакультуру. Может строить рыбный промысел. Плюс пища, плюс жилье и плюс производство в том городе. Вот, собственно, ради этого мы тут и ждали этого. Тут город с геликарнасом и рыбным промыслом будет очень хорош. Мы там кучу... Так, с какими-нибудь ГГшками война не объявилась случайно. С Нанмадолом и Ереваном. Нормально. Это, короче, Гельгамеш, я так понял, объявил войну... Ну, кстати, мой сейчас бонус не работает. Потому что это как бы я объявляю войну Гельгамешу. Так что плюс 100% сейчас в... Можем проверить. Вот, типа, у меня 58. То есть, по идее, это... Любое строительство будет 106 давать. На самом деле, видишь, шпион 3 хода строится. Так бы он за 2 строился. Так что не работает. Сейчас библиотеку купим. Университет начну строить. Потому что я хочу купить все лабы. Ух, какой линкор. Был бы я где-нибудь на стороне там Вавилона. Пытался бы... Так, давайте думать, где вообще может быть проход. Наверное, сначала я вот тут клетку обработаю. Потому что тут река. Мне кажется, рядом с рекой должен быть выход. Гидроэлектростанция в Ахене. Давайте просто тут пока стоять. На самом деле, я могу просто эту клетку выкупить. И посмотреть. Но 115 жалко. Ладно, давайте дождемся уже инженера. Тогда будем выкупать. Что нам раньше времени тратить деньги? Так, тут у нас вероятность побега. Дальше возьмем... Наверное, столько хищения технологий. То есть я хочу тут прокачаться на... Так, тут я убираю как раз лес. Я тут хочу эти механизированные хозяйства. Поэтому... Или конюшни лучше. Эти конюшни лучше. Тут еще надо будет убрать. Еще строители. От шпиона. И тут в колониализм идем. Ничего нового не открылось. Так, подождите. Где-то у меня нехватка жилья. Вообще не обращаю внимания на какие-то религии. Тут во. У нас в Джилунге нехватка жилья. Давайте-ка мы сначала канализацию построим. Все-таки. И тут пока чисто на производство. Кстати, в Баларте тоже... Ну, в Баларте мы аквакультуру строим. Это каждая аквакультура полжилья. Так что там нормально будет. У меня лишний янтарь. Надо посмотреть, с кем-то торговал явно. 2500 денег. Мы точно на... Да? На восьмерочка. На божестве играем. Я не понимаю, почему компьютер в какой-то момент просто, типа, останавливается. И вот в данной еще партии я вижу, что... Медленно расселяются. По какой-то причине. Так, в Канбере лабу покупаем. Оружейную строим. Я следующим ходом лучше инженера куплю. Так, здесь лабу покупаем. Продолжим строителей, наверное. Еще кардив есть. Кстати, кардив хорош мне. Получает 2 единицы энергии за каждое здание в гавани. То есть, извините, у меня... Мои города. Хатуса, Сидней, Канбера и... Лансистон и Баллард будут получать плюс 6 энергии. Так что я бы кардив засоюзил на самом деле. Блин, туда много надо. Ладно, тогда, наверное, не засоюзил бы. К сожалению. Ну, просто мне... Послов надо в научные ГГшки отправлять. Мы тут в науку... В науку играем все. Так, давайте я, наверное, эту клетку Лансистону отдам. Что вообще еды нету как-то... Блин, тут надо было убрать рис и поставить... Фак. Я тупанул. Признаю. Будем исправлять следующим ходом. Один ход до роста. Давайте тогда вот эту выкупим. Так. Вот здесь какие жирные клетки. Оно и науку дает, и культуру. Все дает. Так, там вроде обрабатывать нечего. Давайте вот здесь лесопилку поставлю. Тут мы ждем прибытия военного инженера. Лесопилку. Стоим в городе. Тырим деньги. Так. Скотоводческая ферма. Убираем болото. Ставим скотоводческую ферму следующим ходом. А этот у нас мгновенно во вражеском городе обосновывается. Может все-таки уже... В Вавилон отправить? Блин, где Вавилон-то? Я что-то не пойму. Вавилон. Вау. А что, ни одного города Вавилон-то не может такого быть? Вот же я вижу город. И вот я вижу город. Не понял прикола. А почему я не могу? А! Мы союзники, ребята. Тьфу ты. Забываю. К союзникам невозможно отправлять шпионов. Тогда давайте в Корею. Забываю. Забываю. Уберем тут Вавилон. В Корею давайте в Кенчжо. Я буду там технологии воровать. Лабу, наверное, покупаю. А как тут угольная? Плюс 10. Окей, лабу покупаю. Угольную строю. Кстати, слабыми, может, уже... Ладно, пока не буду. Тут расти надо городам. Малый рост. Ну, я прямой наводкой, честно говоря, в ракетостроение иду. То есть... Я бы, наверное, сначала паровой двигатель, а потом авиацию. Национальный парк. А, национальный парк. Вообще, я думаю, что где-то... Да, только я еще... Вот, где чувак, который национальные парки может ставить. Так что... Вряд ли я его смогу сделать. Фабрика. Давайте фабрику стоит. Слабую я буду покупать. Все покупаем за деньги. Ага. Очередное чудо ненужное, наверное. Форосский маяк, Саладин, построил. Самое время... Для форосского маяка. Корпуса дубин у Кореи. У-у-у. Это страшно. Так, тут ничего интересного. Рыбацкие суда плюс производство. Отлично. Ну и, наверное, не меняю ничего. Или... Нет, не меняю ничего. Начинаю отправлять в ГГшки. Так, художника. Священное место. Это заповедник. Это заповедник. Ничего из этого не делаю. Это сейчас у нас лаба и канцелярия. Плюс три науки. Так, ну и в Митлу. Художника нанять. И заповедник... Вот заповедник точно я не буду. Художник может быть. Я еще театралочку поставлю. А вот... Заповедник в моем случае вообще нет. Давайте, наверное, на автомат отправим наш броненосец плавать. Так, убираем. Убираем рис. Будет потом у нас механизированное хозяйство. Какие тут офигительные клетки, да, в Баларте? Скотоводческая ферма. Что механизированное хозяйство это все называется? Скотоводческая ферма. Три заряда. Нет, там есть рабочим что делать. Здесь у нас оружейная. Оружейная есть. Давайте купим. Хотя, наверное, не хватит. Не, хватает на инженера. Купим инженера. А строить что мы тут будем? Тори Дебилен. Кстати. Почему и нет, да? Давайте инженера. И строим Тори Дебилен. Отправляем новых шпионов прокачиваться к Мали. У них там денюжки. Рекой. 477. В сугубе. Сначала источники ищем. Ага, видите, как они объединяются? То есть, когда они объединяются, это работает. Именно тройками надо ставить, а не вот как я здесь. Вот так вот. Ну, здесь я тоже тройку сделаю. Я хочу вот здесь, видимо, обработать. А здесь я шахту сделаю. И здесь лесопилку. Тут я держу место для аквапарка. Вот где-то здесь я аквапарк поставлю. Будет неплохо действовать. Я не знаю, нужны ли мне еще, честно говоря, рабочие. И, наверное, еще как минимум один можно, одного можно сделать. Шпион готов. Ладно, нет уже денег на лабы, надо строить лабы. Так уж и быть. Ничего не меняем. Какие-то тут религиозные войны происходят. Меня кто-то обращает куда-то. Ничего, ни на что не обращаем внимания. Мы и так слишком хороши для всего этого. Лучше не захватывайте слишком много земель, все равно вам не хватит способностей, чтобы им ее управлять. То есть, Индонезия хочет захватывать слишком много земель, но ее сразу тут стреножили в начале игры. Вавилон объявил войну. Я мог бы сейчас начать аэродромы строить, чтобы их всех захватить, но... А зачем? Катя, обратите внимание, что не объюжу эту способность Австралии. Удвоенная производство. Я бы сейчас мог... А хотя... Тут вообще кто-нибудь в союзах, кроме меня, есть. Нифига, я, наверное, не смог бы ее объять, потому что, видите, никого в союзах-то и нету. Ребятки. Нету никого в союзах, кроме меня. Никто ни с кем союзы не заключает, поэтому и способность эту абьюзить не получится. Собираем рис. Здесь давайте крабиков. Так, лесопилку, да? Ну что, иду сюда сначала. Так, я решил тут шахту, то есть вырубать и шахту ставить. Отсюда я иду как раз еще одну эту сделать. Тут где-нибудь. Ну, можно вот здесь теперь вырубить и такие четыре штуки поставить, да? А тут я бы, наверное, делал все-таки лесопилки пока. Это вылечилось. Ну, прикол. Не часто видишь, на самом деле, вот эти вот. Слишком дорого строить эти каналы. Но иногда вот такое бывает. Блин, а вот тут лабу точно надо покупать. Слишком дорога в производстве. Промышленная зона. Мне кажется, тут нафиг надо. Лаба. Давайте, наверное, амбар, чтобы просто быстрее город рос. Да, все посольства принимаем. Ну, я просто вышел в лабы, поэтому у меня уже 400. А там... А, с другой стороны, вообще-то немец уже в эпохе атома. Но это, скорее всего, куда-то вот сюда, в компьютеры. Блин, а там случайно у нас... 19 ходов. Слушайте, а давайте-ка мы... После ракетостроения в компьютеры пойдем. То нас там затопит. У нас довольно много мест, которые может затопить. Строители в Лансистоне. Сколько у нас до 4 хода? Ну, не знаю. Я бы здесь уже чисто... Давайте посмотрим. Ага. Ну, Эйфеля уже кто-то другой возьмёт. Хотя я сейчас могу его выкупить. Тысяча стосот. Ну, а с другой стороны, какие-то у нас там... Типа, очень крутые... Чудеса? Да не особо. Так что пошли вы, следовательские гранты. Товарищи. Есть лабы. Что насчёт театралочки? Театралочки. Театралочку можно было бы где-нибудь здесь организовать рядом с Руркой. Ну, просто плюс один как-то грустно. Неохота клетки даже... Тратить на такую мелочь. Так что давайте водяную мельницу и... Исследовательские гранты. И здесь ещё вот так на науку переключаем. И здесь на науку. А на автомат уже пускай исследуют. Так. Есть эта клетка, есть эта клетка. Но тут пока скотоводческую ферму. Делаем. Причём они, видите, из разных городов вроде даже как взаимодействуют. Будь здорово. Так что у меня линзы перестали работать. Да, видите, к разным городам относятся, но... Соседство друг на друга есть. Давайте, наверное, вот эту клетку обработаю. Так, подожди, а где я хотел? Тут же я хотел лабу купить, да? Так. Так, так, так. Промышленную зону не хочу. Я тут вообще, по-моему, ничего не хочу уже в этом городе строить. Поэтому тоже наука. Следовательские гранты. Так. Так, тут вырубаем и шахту ставим. Сюда пока к джелонгу перебрасываемся. По-моему, мне уже рабочие не нужны. Ага, вот тут в Сидней купим клеточку. Так, унияние, третий уровень. Хищение технологий, вероятность побега и... Подрыв. Люблю плотины подрывать. Опа, тут у нас... Так, ну что, союз с Мали, я думаю. Научный. Кстати, мне... Надо кому-нибудь продать... Янтарь. Есть у кого? А, я, наверное, янтарь за слоновую кость торговал. И тебе шумер там напал на Вавилон? Это интересно, конечно. Шумеры вообще считаются вроде как предками Вавилона, но это мифическая такая штука. То есть не 100% доказанная. Вот хлопок на янтарь. Есть? Есть. Поэтому, не знаю. Странно, когда они друг с дружкой там... Теребонькаются всячески. Так, ну что, наверное, пришло время сделать скриншот великолепной ромашки, как вы думаете. Вот она. 5 промышленные, 3,3 кампусы, 4 и 5 коммерческие районы и 7 промышленные зоны в центре. Там еще и канцелярия присоединилась. Ну, не самая фантастическая ромашка эва, но, тем не менее, по-моему, красота. Так, сделаем скриншотик и продолжаем. Есть универ. Наверное, лабы тут буду строить. Уже есть куда мне тратить деньги, прямо скажем. Давайте, наверное, я все-таки тут театралочку реально сделаю рядом. Конечно, всего плюс 2, но хотя бы одну театралку надо. Здесь требуется, кстати, археологический, возможно, даже и поставим следующим ходом. Просто купим амфитеатр и поставим археологический музей. Ну, и археологический... Нет, археологический, кстати, купить, наверное, не получится. Будем строить. Я думаю, может, здесь военные или эти скотоводческие фермы тоже повырубать тропические леса. Интересно, а вот тут я сейчас... Ух ты, катастрофическое извержение, но... Смотрите, есть точно проход, ребята. Только почему-то... Эта территория Кореи появляет... Получилось. Блин! Ну, пока сделаю здесь, потому что я не смогу сюда зайти. А, может, и Корея, кстати, открытые границы даст. Причем, я ей не буду давать открытые... Нет, наоборот, надо. Да, принимаю сделку. Чтобы она не могла по моим вот этим... Короче... Ну, вообще, я сейчас тут поставлю. Ладно, посмотрим. Чтобы она через мои... По моим... Тоннелям не могла пройти туда. Потому что мне жалко. Просто жалко. Так, какие у нас еще клетки? Вот эту могу обработать. И... К сожалению, все. В плане... Ну, все равно... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клеток для гирконаса. Очень неплохо имху. Так, плотина у кого-нибудь есть в Аду Атуке. Обожаю дамбы взрывать. А это новый шпион. А в Кенджу у нас... Тырить техи, я, по-моему, да, сюда прибыл. И просто мгновенно обосновывается. Ну, давайте попробуем двигатель... ВС... Внутреннее возгорание украсть. Блин, где... Где Мали? А, я понял. Блин, я с Мали союз заключил. Все время об этом забываю. Что союз заключает, все. Вернулся твой... Чувачок. Ну, давайте в Стамбуле... Потырим денюжки пока. О, вот так оно делается. Ну, красота, смотрите. Три-три клетка, да? А в любой другой бы момент была бы просто этим... Лугом. Не, вот эти скотоводческие фермы австралийские очень крутые. Так, амфитеатр покупаем. Археологически строим. Тут отложим пока естественную историю. Значит, пошли в урбанизацию. Ну, тут просто археологически построю. Оно само откроется. И будем аквапарки ставить. Фабрика в Хатусе. Лабу, видимо, построим. У нас город на алюминии. Зашибись. О, не хватает угля. Так, с кем я там хотел? По-моему, мне Александр очень был рад уголь продать. Он ему вообще без надобности, я смотрю. Может, за селитру? Вот у меня селитра без надобности. О, отлично. А ему почему-то... Ну, до сорокет доведем и остаток дипломатическим капиталом. Что-то он много хочет. Мне это что-то не нравится. Ладно, сколько ты готов за селитру? 29. Нормально. Пока так. У нас тут уже куча электричества. Минус 9 вход. Нехило, надо сказать. Палим уголь. Военное дело. Политику. Китай принял. Тотальная война. С кем ты там собирается тотально воевать вообще? Не хочу эту турку ничего давать. Не будем основывать... А, конечно, будет основывать. У нас же за каждое... О, у меня минус 13 штраф за выбросы СО2. Блин, у нас скоро будет затопление. Ну, хотя как? 22? Ну, я открою ракетостроение и пойду в плотины. Ну, что? Строим. Так, и что это значит? То есть, я не могу пока тут пройти. А я смогу вот тут построить? Так, сейчас посмотрим следующим ходом. Как тут военные инженеры сработают. Так, слушайте, а на холмах... А на холмах эти фермы строятся? По-моему, нет. Можно строить только на клетках пустыни, пустынных холмов, лугов... А, ну, холмов... Пустынных холмов или... Блин, так по-русски дебильно переведено. Прямо скажем. А просто тут тогда надо решать, ставить нам тут или нет. Если тут тут же холм, если он... Если тут нельзя ставить, то у нас не получится такая четверная штука. В общем, проверим сейчас. Не хочу я армаду из броненосца делать. Пока. У нас... Следующим ходом... Тогда я просто отложу. Хочу аквапарк уже в Лансестоне, строить следующим ходом. Просто отложу тогда. Так, а в Мельбурне исследовательские гранты были. Продолжим. Стоим арбалетом. У меня во всех городах есть гарнизоны юнитов. Я даже не представляю, что тут на меня напасть может. тут... Продолжим. Удваивается производство просто. Нет. Ты слишком голенький для того, чтобы с тобой торговать. Не знаю. Не вызываешь доверия. тори де билен. Эпоха атома. Каменоломня плюс. Аквапарки сможем строить. Археологический музей открыт. он меня больше волнует. Ага, невозможно, к сожалению. Видите? Ну, придется, видимо, здесь делать шахту. И отсюда пойдем. Точно Корея не сможет воспользоваться, так что я первый там город поставлю. Там все-таки есть скрытый мир, вы видите? Все-таки что-то есть. Ставим аквапарк. Тут тори де билен. Ну, космопорт у нас видимо, придется сюда ставить. Жалко, уберется соседство, но что поделать? космопорты нам тут вот эти клетки мне больше нравятся, чем это. Сидней. А, наверное, сюда буду ставить тогда. Тут просто буду делать уже кампус ставить, я вот думаю. Ой, не кампус, если космопа. Да, давайте. Ищем источники, потом дамбу будем взрывать. лаба завершена. Ну, опять же, наука, еда, угольная, 10 производства, давайте ее. Блин. Появились эти раскопки археологические, не могу на этой клетке ничего сделать, значит. Так, сколько у нас стоит археолог? 800 куплю. Притягиваю. Наверное, не буду вырубать, пускай останется притягивающий. Два посла, у нас тут где-то аншан был, да. И из научных осталась только Женева. В общем, туда все вбрасываем в Баларате космопорт. Нет, 21 ход что-то как-то долго, я думаю. Так что продолжим исследовательские гранты пока. Ничего не меняем. А что там шумеры с Вавилоном все еще воюют? О нет, кстати. Я могу тоже с шумером мир заключить. В компьютер и прямой наводкой заключаем мир. Может, он мне заплатить хочет? Ну, нормально. А, поверьте, когда тебе красители могу за это дать? Отлично. Блин, там было 84% шанс. Причем это третьего уровня шпион. Убили. Зашибись. Третьего уровня шпион. Ну, это... Блин, с шансами у Фераксис что-то, конечно, просто мрак. каждый раз, каждый раз. Так, гранты. Надо уже в космическую гонку идти. Хм. Женева? Так, и у меня во всех научных все сидят, да? У меня уже 581 наука, в то время как у второго места 266. Это опять Германия почему-то. Интересно. Ну, давайте здесь поставим тоже эту ферму оригинальную. будет очень смешно, если я сейчас туда прыгну, тут тоже гора. Так, я хотел археолога купить, а потом мы купим следующим ходом следующим ходом инженера военного еще одного. Мне что-то кажется, что тут гора будет, что я тут не смогу дальше пройти. Блин, нифига. Ну, смотрите, вот что за перевод такой? Как это вот так можно было переводить? Можно строить только на клетках пустыни, пустынных холмов, запятая лугов и равнин. Ну, вот, то есть, иметь в виду, что на холмах можно строить только если пустынных. На всех остальных холмах эта фигня не строится. Но так написано, что это прям только если ты эмпирически проверишь, получается. Зашибись. Как раз, получается, тут уже негде строить. Не знаю, тут построю. Еще. Тут тогда я лесопилку лучше поставлю. Ну, ладно, здесь можно, но такое. кстати, венгерская музыка работает. рационализм 27. Учетные банки. Республиканское наследие тоже не хочу. Может, пускай угля побольше хотя бы капает. Я его, конечно, могу покупать. Но как-то мне не нравится. Так, здесь урбанизация. Я бы вообще в коммунизм шел. Вот, единственное в этом прохождении, конечно, так, что-то полевые пушки прям. В этом прохождении мало у меня культуры, конечно. Ничего не хочу сказать. Две полевые пушки. А пушки я вообще открывал? Наверное, нет. А-а. Так бы я опнул арбалеты. Во, мазутную можно построить. Хотя я нефть не открыл, смысл мне ее строить? Что, типа, колесо обозрения. Следователь. Так, тут, где космопорт, можно будет бахнуть. Ну, я бы сюда и ставил сразу. Блин. Прокачанный третьего уровня шпион с разведательным управлением все равно погиб. Так, а у чувака гипс есть. Давай. с ним еще заплатишь, видимо. За 6 железа и 6 селитры целый гипс отдал. На вас идут войны, а вы даже не разоряете вражескую территорию из трусости или избыток вежеости. Препятствуем целям Сулеймана грабитель. Ух уж этот грабитель Сулейман. Интересно, что благодаря извержению вулкана сколько тут отчая выхлопа у Кореи. Правда, это 1, 2, 3, 4 радиус и она ничего не может сделать с ним. Я так и знал, блин. Так, ладно, у нас сюда придет еще военный инженер и мы тут продолжим тоннели делать. Я уверен, что здесь нас еще ждет волшебный мир сказок и фантазий. Артефакт нашли. Дротик древних австралийцев. Я тут эту ферму поставлю австралийскую. Крабиков обработаем. Вылечилась каравелла. Давайте возвращаться в родные гавани. Будем потом апгрейдиться. Так, в Джелонге космопорт. Блин, ну нафиг я тут тогда обрабатывал? Я бы тут космопорт лучше поставил, конечно. Ладно, даже не буду вырубать лес, хотя там Магнус есть. Лучше... Ну просто это все время, время, зачем? Лучше космопорт построить. А вот тут я, пожалуй, отложу ход, потому что плотина откроется, и мы будем строить плотины во всех прибрежных городах. Нету смысла сейчас производство тратить. Один ход побережем. У нас до затопления будет 10 ходов. Я думаю, что мы должны везде плотину успеть построить. Еще напомнить, что разрушение городов скажется не на вас, а на ваших соседях. Ну, не знаю. А если соседи расстроятся из-за разрушения городов? 1 ход отлично. В Сиднее 2 хода. В Канбере 2 хода. В Лансистоне 1. В Баларате 3. Везде успеваем. мы красопеты. Что-то обработать. Так, тут я поставлю эту ферму, а этим давайте вот сюда лесопилочку. А, не, вот 3 уровня. Сорян. Значит, тот был 2 уровня получается. Просто я люблю повреждать дамбы, чтобы тут все заливало слезами жителей этого города. Есть компьютеры. Давайте наверное пушки откроем. Хочу ускорить выжженную землю. Нам еще три корпуса надо, кстати. Но мы можем в общем-то объединить как раз арбалет. Так, да. дальше у нас тут есть латники. И бомбарду давайте какую-нибудь купим. А, уже три бушеты у нас. Нет, бомбарды есть, 560. А, почему не покупается селитра? я селитру продал. Давайте купим какую-нибудь селитру. Всего-то четыре штучки. О, шумер, у тебя их просто немерено селитры. Нормально. Просто чтобы уже три корпуса сразу было. Я тут пока постою. все клетки я обработаю. Не хочу эти красители обрабатывать, потому что извержение вулкана. А, хотя вот тут у нас еще. Давайте сюда пойдем обработаем. Алюминий ядротик за Илеаду. В принципе, вообще честное предложение. я думаю сейчас бы кучу алюминия отвалили, если бы было. О, он мне уголь предлагает, кстати. Давайте два царик. блин, это что-то дорого. Но, тем не менее, уголь нам нужен, мы за счет этого имеем науку и производства за счет электричества. Так, что-нибудь меняем здесь на все улучшения юнитов. Вот это надо поставить, кстати. Давайте вместо угля. Потому что как раз апаем. Так, мобилизацию ускорили лично. И две пушки делаем. Раз пушка. Два пушка. Выжженную землю ускорили. Зашибись. Идеологию никак не ускорить. В коммунизм мы идем. 250 золота и военные юниты получают плюс 6. Да, можно сразу запупырить. Мы тут ни с кем не воюем. санта крус просто на месте стоит. Так, морская плотина в хатусе есть. Угольная плюс 4 всего. Ну а мазута нету смысла строить. У нас не построен. Нету не открытой нефти вообще в принципе. так что морской порт. Так, ну может тогда нефть открыть? В спутник пока тоже нету смысла идти, потому что нету космопортов. Давайте нефть откроем. Так, и я хотел военного инженера купить. Эрмитаж построил Барбаросса и Касса де Контрасьон. Блин, угнали Амани из города. Твари. Хороший губернатор был. Как Ройзмана в Екатеринбурге выгнали, да, как эту в Якутске по-моему извините забыл как Сердар. Ну, она, конечно, сказала, что по здоровью ушла, но так все и поверили. Ну, что, плотины везде успеваю строить. Города уже все обработаны. У нас вот единственное осталось вот это неизведанная территория. Что там? У нас уже поселенцы в преддверии ожидают, когда смогут вступить на эту Теру инкогнито. на самом деле можно было еще просто самолеты, например, построить, да, ну, аэропорт и самолеты и засветить территорию самолетами. но это ж не так интересно, как исследовать поселенцами. Я, пожалуй, подожду, не хочу деньги тратить. Подождем, когда сама клеточка добавится. Так, тут на моей территории никаких нет артефактов. Значит, тут добудем. Аквариум. Я бы просто за деньги, например, морские порты покупал. Потому что это и пища, и жилье. Китай Галлов осуждает. Отлично. Шумеров в Сиднее. Это он, кстати, выгнал Амания. Вот тварь шумерская. Кстати, что нам... Блин, этот уже в информационной эре, немец. Э, ну это, скорее всего, подлодки, я думаю. Давайте глянем, что никто... Так, еще один супершпион, кстати. Никто не... космопорты не открыл, то есть в ракетостроение не вышел. кроме меня. Да, а, нет, а, это я, сорян. Это я так. По культуре нет, вряд ли. По религии тоже нет. Дипломатия, 5 из 20. кенчжу. Кенчжу. Давайте, наверное, греку, и можно уже ставить карточки на союзников. Я имею в виду, чтобы караваны союзников приносили прибыль. Давайте хищение средств. Чтобы уже быть уверенным. Еее, раздолбили. Но у него красть нечего. Так, наверное, к шумерам они обычно по науке хорошо идут, и они у меня не союзники. Есть плотина. Космопорт 19 ходов. Я думаю, что это слишком долго. юниты все по городам сидят. Не знаю, вот культурку я, конечно, забил в этой партии. Медлина, там явно немец идет и что по культуре, по науке. Что-то как-то мощненькое, да? Смотрим на нефть. Закончился союз с Периклом, кстати. Надо бы продлить. тем более экономический. Да, все правильно. Лесопилку тут собираем нормальный инженер плюс 20 процентов космической гонки. А, интересно, это они пропустили этого ученого? Честно говоря, я не разу не чтобы компьютер пропускал великих людей, честно вам скажу. Бывает такое, оказывается. Так, ну просто запустим его. Кстати, два раза сможем активировать благодаря Геликарнасу. и так, а что с нефтью-то? В общем-то, это единственное, что мне не повезло в этой игре, похоже. Все остальные ресы у меня есть. Блин, мне надо уголь купить, не забывать. Так, я не буду смотреть. Рядом со мной где-нибудь есть нефть? Нету. Вообще, да, ну-ка, то есть мазутную электростанцию можно не строить. Давайте покупать. Блин, у Китая уже уран накапливается. Что-то мне это не нравится. 35 максимум. 134, 24 вход. Давайте приму. Мне уголь жизненно необходим. открою стали варенья для того, чтобы стены уже максимальные были и дальше в спутнике пойдем. Там кто-то. А, каравелла доплыла. Давайте здесь пускай стоит. Я намереваюсь спасти вашу дужу. Хотите вы того или нет? Звучит угрожающе. Нет. Такие предложения неинтересно. Такое высказывание Шамса Табрези. Неинтересно высказывание Шамса Табрези читать. Еще производство от лесопилок и поехали дальше спутник. Потом наверное уран. Запуск колонии колонии на Марсе вот пока как-то так. на карточку на карточку на союзников у меня у меня уже грек грек о важный момент ребята. Да блин! ну серьезно то есть вот так вот речка среди гор ну вообще нормально она тут начинается из гор стекает вот эти все шапки эх ты неужели тут никого ладно может пойти в ту сторону вот тут что-то сделать давайте куплю еще одного инженера я короче этим этим еще тут поставлю как его тоннель а вторым туда пойду варим есть морской порт может тут еще аквапарк в хатусе потому что этот влияет раз два три четыре пять шесть семь восемь девять да до Сиднея например вот где-то вот так он поэтому давайте-ка в хатусе три четыре пять шесть семь отлично до Мербурна даже добьет так что ставим в хатусе аквапарк вот сюда венецианский арсенал тот то никто порты вообще не строил тоже венецианский арсенал построен я проверил на всякий случай что это не германия потому что что-то у них подводные водки то уникальные крутые и он как нафигачит этих слушайте а помните был штраф минус 13 от СО2 и стало минус 6 о минус 2 я понял потому что у меня угля не было не все работало уголь появился и я начал все засирать так пока ничего тут не меняем а вот эту хотя можно поменять улучшать ничего не буду уголь поставить наверное уголь поставить или или все-таки республиканское наследие хай там еще больше счастья и да наверное так и сделал просто похищаем технологии блин забыл карточку на караваны поставить некуда мне отправлять послов видимо можно в надмодол чисто чтобы уже археологически чуть больше культуры давал так этого сюда а здесь ну давай вдруг проход будет давай ну блин так нечестно просто просто можно уходить наверное будем пытаться с той стороны влезть столько тоннелей прорыто зря ах эх мать так космическую гонку до конца и в общем-то запуск искусственного спутника так у нас ученых там нету озарение всех информационной эры ребята этого этого надо получить надо читать проекты сейчас будет научное я бы даже сразу поставил здесь так так ну озарение всех информационной эры всех этих технологий цивилизация с наукой на втором месте в два раза отстает почему-то это внезапно стал турок кстати а по техам по количеству тех это культура я впереди 54 и мы вышли в новое время это значит что продолжим уже в следующей серии спасибо что смотрите как видите Австралия все-таки очень легко проста но сможем ли мы кинуть термоядерку уже увидим в следующей серии играйте в умные игры спонсоры канала кстати продолжения могут уже поискать во вкладке сообщества всем остальным пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока пока Продолжение следует...